Нефтяники выбирают спорт и в этот раз сапсёрфинг. Они встали на доски, чтобы вместе пройти по туре в солнечный день. От Заречного парка до конторы пароходства 4 километра пути преодолели за полтора часа. Масштабный заплыв в Тюмени организовало молодёжное сообщество, «Газпромнефть развития». Предприятие реализует крупные добычные проекты компании на Ямале, начали осваивать и Восточную Сибирь, а ещё вот так может собрать коллег. В заплыве приняли участие 120 человек из трёх дочерних предприятий тюменского кластера «Газпромнефти». Этим нефтяники поддержали своих коллег из Петербурга, которые установили рекорд России на фестивале сапсёрфинга, проплыв трассу на 15-метровой доске. Сегодня на туре собралось больше сотни сотрудников компании «Газпромнефть», которые своим сплочением, своей энергией действительно хотят показать, какой крутой драйв здесь можно создать, тем самым ещё поддержав Санкт-Петербург их заплыв. И мы хотим показать, что люди действительно могут радостно проводить так время. Это, наверное, один из самых масштабных, которые мы организовывали в этом году, да и вообще в целом. Да, могу, соответственно, уверенно сказать, что один из самых больших сап заплывов. Самый большой и самый дружный заплыв в Тюмени. Участники друг другу помогали и поддерживали, ведь многие вообще впервые встали на доску. Кто-то стоя, кто-то сидя, но все прошли трассу и остались довольны. И главное, заплыв сплотил нефтяников. Теперь они не просто коллеги, а спортивные друзья. На спорте, на сплаве сегодня все равны. Действительно, начинают люди помогать друг другу, начинают раскрываться, общаться. Это обязательно сплочение. Многие видели сегодня впервые, да, то есть вот это вот наша современная с вами общаться в Труконф, общаться только посредством электронной связи. И сегодня мы, наконец, вот эти ожившие фотографии, да, в адресной книге у нас появились. Конечно же, с коллегами в этом году я стал взаимодействовать гораздо больше, в том числе и сразу, видите, из-за Полярия, Меритаяха, Месаяха. Все они теперь в моем списке контактов с ними на связи. Тут, да, нужно общаться. Команда образования, оно происходит. Вот если бы попадали все подряд, мы бы уже, тут уже точно команда за команду, мы бы все бы нырнули и спасали бы. Но чувствуется все равно общение, дружеская энергия, она в нас, она в людях. Евгения Губина, Алексей Зайцев, Ямал-1. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова